Ну, я хочу рассказать про нашу, эту операцию на Волчанск, на которую нам вообще сказали, что мы на границу пойдем. Я контрактник. Вот. Только нас бросили в лесополку вообще пусты. Никого, ничего, блядь. Ну, нашу роту, блядь. И вот сама эта операция началась уже не по времени. Там начали торопить, гнать вперед, 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 вперед. Просто, опять, минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь пол роты сразу пали. Ну, трехсотами, большая часть трехсотами, слава богу. Двухсотых тоже хватало. Осенняя только что орет, ну, наш командир роты. Вперед, вперед. Ну, я тоже понимаю, что ему, скорее всего, как я потом уже понимал, что ему давал комбат просто приказ. Ой, трехсотых выносили просто пачками. Они попали под замес, под миномет, под бабу-ягу просто в одном рве противотанковым. И крылья, и крылья. А операции, я сам слышал, кричали, что вперед, идите, продвигайтесь, не сидите на месте, занимайте лесополки, занимайте ямы. До опорника мы на следующий день только добрались. У меня получилось, я в ТО остался, я закрепил. И то по приказу нам не дойти до опорника, и все. Дальше уже пойдут какие-то там войска. Но утром Сеня собрал там человек, ну, все, что осталось от роты. Более-менее подвинул такие подвижные парни. И вот, оказывается, ушли на Волчанск. Нас отправили патроны перенести. Стоюсь там и оставили. Сказали, вообще идите налегке, просто броник и автомат. Так оказалось, мы остались там. Это финансист нас так отправил. Это замполит роты, заместитель. В Волчанск пришли, первую ночь как-то перекантовались, еще более-менее нормально. Заняли одну улицу. И потом пошла вот эта жара. Просто приходит группа, ее отправляют зачищать улицу. Не зачищать, ну, закрепляться, как штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь, все нормально, попадаешь под замес, под пулеметы. Особенно дроны, ФИПИшки, просто выводят столько состава. А командование по рации кричит, вперед, 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 вперед. Откатов нельзя, не дают откатов назад. То есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется человек 5-10 с группой, фу, там, ну, со всех групп, то, да, там, может быть, еще дадут. И то, там уже половина трехсотами вывезено. Всех, кого я знал, от нас с рота осталось вообще со ста человек 12. Пришли свежие группы, которые не обстреляны, которые в учебке были всего 4 дня, там, или 5. Их наутро отправили в штурм. И они просто два дома даже не прошли. Их положили под пулеметом. Кое они скучковались и просто добили ФИПИшками. Осталось тоже там человек 5-6. Шла группа к нам. Эту группу. Из этой группы один человек вообще остался. То есть, получается, мы, нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, 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 вперед. Так что не знаю, как пропетляю или нет. Останусь, не останусь. Трехсотом, двухсотом. Не знаю. Ну и понимаю, что нашему руководству, тому же Сене, тому же финансисту дают приказ. И, а кто сидит в Москве, им купит. Так что вот так.